всем привет снова с вами влог есть вопросы меня зовут анна и сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск дело в том что мы не просто хотим поделиться информацией но также предупредить ребята будьте бдительны не все гранты одинаково полезны само наличие или предложение о гранте вовсе не означает что вы получите качественное образование в этом выпуске мы расскажем вам на что следует обращать внимание в первую очередь при выборе программы обучения в китае особенно если вы начинаете с нулевого уровня владения китайским языком первый год так называемый foundation или предвузовская подготовка языковой год самый важный не руководствуйтесь только ценой при выборе программы если она низкого уровня то уже после вам будет сложно усваивать материал на китайском языке и принимать лекции на первом курсе бакалавриата к сожалению мы знаем много таких случаев когда студенты приходилось оставаться на второй год и подготовки но уже конечно на платной основе почему такое происходит дело в том что в китае сегодня более 450 университетов открыты для приема иностранных студентов как вы думаете сколько из них реально имеют опыт преподавания китайского языка для иностранцев действительно немного не более 20 процентов мы сегодня для вас подготовили 5 проверочных вопросов чтобы не попасть в просак совет номер один не рекомендуемого рассматривать программу подготовки включающую менее 850 часов обучения для проверки вы можете запросить у вашего контактного лица консультанты менеджер представители вуза неважно вы можете спросить у них подробную программу обучения с разбивкой по юнитам и по часам если они вам такую предоставляют то высокая вероятность что так и будет если же нет скорее всего часов обучения на самом деле будет меньше совет номер два обратите внимание на стаж преподавания и профессорско-преподавательский состав многих университетов в китае на самом деле очень маленький опыт преподавания и китайского языка для иностранцев поэтому гранты могут быть инструментом заманивания чтобы привлечь как можно больше абитуриентов следующий совет обратите внимание на уровень вузов которые вы сможете поступить после завершения подготовки смотрите рейтинги по специальности смотрите рейтинги вузов китая хотя конечно рейтинги это не панацея но все же не стоит игнорировать их так как это более менее объективный показатель уровня вузов хорошим признаком будет если вы сможете поступить в университеты отобранные китайским государственными проектами 985 или 211 также лучшие вузы китая объединили в лигу c9 как лига плюща в америке если вдруг вы услышали какие-то непонятные термины или вам не знакомы эти проекты то смотрите в описании этом все ссылочки оставил настоящий foundation всегда смесь языка и предметной подготовки чтобы адаптировать ваши знания с местными стандартами вы знакомитесь с учебными практиками и методами принятыми в китае а также узнаете академический китайский язык до бытового китайского языка и сертификаты и ческий достаточно для того чтобы вы прошли в университет но вот уже на первых лекциях бакалавриат или магистратуры вам будет крайне сложно понимать материал поэтому совет номер четыре обязательно обращайте внимание чтобы в программе обучения был не только бытовой но и академический китайский язык а также предметная терминология по вашему направлению уровень развития и характер личности значительной степени обусловлены уровнем развития группы в которых включена эта личность также и становление студенческой личности во многом зависит от его академической группы поэтому совет номер пять обращайте внимание на состав студентов при университете в который вы хотите поступить из каких стран приезжают студенты например в китае есть ряд университетов которых подавляющее большинство студенты стран снг как правило их успеваемость намного ниже чем у российских японских корейских студентов из некоторых других стран также если рейтинг университета высокий то высокая вероятность что вы будете учиться с лучшими китайскими студентами которые прошли сложнейший отбор где конкурс 150 300 человек на место для справки в мгу конкурс на место 10 30 человек на этом все надеемся что наши советы помогут вам сделать правильный выбор и получить действительно качественное образование в китае а вообще нам очень интересно услышать ваши истории встречались ли вам такие заманчивые предложения и если да показались ли вам они подозрительными почему показались подозрительными в общем нам очень интересно послушать оставляйте комментарии внизу видео также ставьте лайки подписывайтесь на канал и смотрите наш лог мы каждую неделю стараемся выкладывать для вас что-то полезное и интересное спасибо что вы с нами и до скорых встреч